Гудели самолеты, стреляли автоматы. В преддверии праздника Дня ВМФ на набережной Волги прошла генеральная репетиция предстоящего военного праздника. Каждый год в честь Дня военно-морского флота Каспийская флотилия готовит водно-спортивный праздник для жителей и гостей города. Что нового подготовила флотилия в этом году, расскажем в следующем материале. Товарищ командующий, почетный караул краснознамённой Каспийской флотилии в честь празднования Дня военно-морского флота построят начальник почетного караула гвардии старше Театлеонов. Почетный караул приветствует нового главу краснознамённой Каспийской флотилии капитана 1-го ранга Ильдара Ахмерова. Немецкие солдаты захватили нашу береговую зону. Морская пехота принимает решение атаковать врага с берега и освободить захваченную территорию. Это не сценарий боевых учений, это реконструкция событий Сталинградской битвы. Второй год подряд Каспийская флотилия рассказывает и показывает астраханцам историю Великой Отечественной войны. Все участники действия одеты в военную форму и вооружены стрельковым оружием 40-х годов. По сложившейся традиции в Астрахани, которая является главной базой Каспийской флотилии, уже на протяжении многих лет ежегодно проводится парад военно-морской флота и военно-морской праздник. Сегодня мы присутствуем на генеральной репетиции, в которой принимает участие состав сил Каспийской флотилии. На репетиции дня ВМФ отрабатывали все 11 эпизодов праздничного мероприятия. Начнется военно-спортивный праздник прохождением катеров с флагами и фанфарами. В репетиции праздничного парада приняли участие около 20 кораблей, катеров и судов. В репетиции принял участие не только флот. Впервые летчики учебного центра боевой подготовки и боевого применения авиации на истребителях Су-25 и МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 примут участие в параде. Взвешится празднование дня ВМФ традиционным салютом на набережной Волге в 21.30. Жанна Алиева, Тимофей Кохарчук, Новости 24 Астрахань.